Как вы думаете, если бы вы были Дедом Морозом, то какие вы желания исполняли детям? Я исполнил бы желание, чтобы каждый ребенок попал в ту страну, о которой он впервые прочитал, ужасно заинтересовался, и вот почитал про доктора Айболита, и поехал в Африку узнавать, где же доктора Айболита лечили. Прочитал про два капитана Каверина, про Северный полюс, про героизм, и отправился на Северный полюс проверить, герой ли он, и так далее. А как вы думаете, если бы Рояль смеялся? Если Рояль смеялся, он смеется и так, вот смотрите, Рояль это человек, сейчас мы попросим его открыть ротик, он открывает ротик, а там зубки, он улыбается все, вот они, улыбка, ну как же, конечно улыбается. Если бы вы сейчас встретили, к примеру, Баха, о чем бы вы поговорили, что спросили? Бах однажды сказал, его спросили, как вы добились таких успехов, он сказал, я был прилежным. Если вы будете такими же прилежными, вы добьетесь того же. Я хотел бы у него спросить, Иоганн, Себастьян, когда вы так говорили, вы шутили? Вы знали, кто вы такой? Или вы просто работали на этой работе и делали ее хорошо и были прилежными? Вот ответ на вопрос, понимал ли Бах, что он послание космоса, что за каждым звуком скрываются величайшие в мире тайны, и что его ближайшим другом окажется Альберт Эйнштейн, автор теории относительности, который скажет потом, что если бы не было музыки Баха, я бы никогда не понял, что Е равняется МЦ квадрат. Вот о чем бы я спросил у Баха, это был бы первый вопрос. Какие у вас еще инструменты, кроме скрипки и рояля, любимые? Знаешь, у меня все любимые инструменты. У меня, конечно, любимейший инструмент – орган. И когда я получаю ключи от органа, там, где я отдыхаю в небольшом местечке в Швеции, там есть старинный орган, старинной церкви, деревянной. Вот я открываю ключом, никого нет, все спят, а я целую ночь играю на органе. Я успеваю проверить, играя, примерно одну стомиллионную его возможностей за эту ночь. Потому что на органе можно играть сто миллионов лет и каждый раз играть новые и новые регистры. Потому что у органа столько же регистров, сколько звезд на небе. Даже у небольшого органа. Орган – это Вселенная, это инструмент вечности. Поэтому вот Баха, о котором ты спросил, играл прежде всего и писал для органа. Потому что он хотел попытаться, насколько возможно, дать человечеству варианты его жизни во Вселенной и раскрыть величайшие тайны. Орган. Любимый инструмент из семейства скрипичных у меня – виолончель. Когда она поет, мне даже немножко жалко, что я учился на скрипке, а не на виолончели. Я тогда беру свою скрипку и говорю, скрипчик, успокойся, не ревнуй, пожалуйста, это я временно. Я тебя очень люблю. Но виолончель, у меня такой густой малиновый звук. Она так по-человечески рассказывает. Поэтому виолончели очень любят композиторы. Поэтому люблю все. А вот любимых назвал вначале. Скрипка, рояль, орган, клавесин, гитара. Виолончель. Что сделать, чтобы быть как вы? Чтобы быть как я, нужно, наверное, быть мной. А вот быть как вы и остаться как вы и делать многое из того, что я делаю, это возможно. Я предлагаю просто, во-первых, обладать чувством юмора. Его тоже можно воспитывать. Оно не только врожденное. Поэтому я учителям советую. Все уроки должны быть веселые. Чтобы весело, ярко мыслить и передавать свои идеи. Мыслить неожиданно, парадоксально. То есть неожиданными проявлениями мыслей, которые не банальны, необычны, в которых открываются всякие удивительные вещи. Есть много удивительных произведений. Какое ваше, когда вы счастливы и когда вам очень весело? Знаешь, был такой герой, он у многих был в литературе, Дон Жуан. Он влюблялся во всех женщин. И он им пел романсы, серенады, он рассказал о том, как он их любит, и одну, и другую, и третью. Испанок было только тысячи три, как говорит его слуга Липарелла, которому он признался в любви. Так вот, спрашивать у меня, какое у меня любимое произведение, это то же самое, что спрашивать у Дона Жуана, какая из трех тысяч испанок его любимая. Мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что я так много читал, так много слышал, так много видел, что я всегда люблю то, что я в этот момент играю, о чем я говорю, или то, что я читаю. Я не могу, читая Гоголя, сказать, а вообще, я люблю не Гоголя, а Лескова. Но, читая Лескова, я тоже говорю, как я люблю Лескова, боже мой. Когда я читаю Гоголя, я говорю, да лучше Гоголя вообще никого никогда не было, и правда. Но для этого я же читаю не так, как вы. Вот есть такой роман «Мертвые души», да? А кто знает, в каком городе это происходило? Эн? Эн? Нет, не Эн. В губернский город Эн-Эн. А-а-а, а разница между Эн и Эн-Эн есть? Эн – это неизвестный город, а Эн-Эн – это что? Нижегородцы не знают, что все события «Мертвых душ», так и «Ревизора», кстати, происходили здесь. Поэтому я предложил не очень много, знаете, в музее литературы. Только вам и надо. Музей «Ревизора» – музей «Мертвых душ». Потому что Коробочка, и Плюшкин, и Собакевич, они все жили не в Нижнем Тагиле, а в Эн-Эн. А Эн-Эн – это Нижний Новгород. Поэтому Гоголь говорит, что два русские мужика посреди города обсуждали, доедет колесо до Москвы или не доедет, доедет до Казани или не доедет. Совершенно ясно, что Эн-Эн находится на полпути между Казани и Москвой. Два произведения гения русской литературы – «Мертвые души» и «Ревизор». Все здесь, и городничий был здесь, все были здесь. Потому что Эн-Эн после Москвы – первейший город России. Почему, понимаете? Потому что Санкт-Петербург – западный город. А Эн-Эн – русский город. Один из немногих городов, который сохранил свою идею. Там пусто, тихо, река. А с этой стороны два уровня. Когда на первой эти церкви появилось теперь все реставрировано, да? А на втором – следы нашего небольшого ума. Стоят эти страшные коробки, которые вдруг над церквями и портят все. Когда у нас будет много денег, мы эти коробки снесем. А на этом месте построим огромный музей литературы. На самом верху над всем. И тогда в этот город будут стремиться люди со всего мира. И тогда все будут приезжать в город, в котором Хлестаков обманул весь город невольно, не желая этого. Мы рождаем чудесных детей. Теперь надо для них воспитать в новой школе слушателей. И тогда они не будут уезжать, а будут жить на своей родине. Потому что у каждого из них будет несколько сот тысяч поклонников и слушателей. А откроем мы второе отделение при помощи Ульяны Степановой, которая уже лауреат международных конкурсов. Там уже сейчас я буду говорить долго, но не буду. Вы сейчас просто послушайте ее. Она вам сыграет музыку композитора, который вернулся к Гоголю. Или принес Гоголя в наше время, как хотите. В 20-й и в 21-й век. Это Родион Щедрин. Не только опера «Мертвые души». Совершенно гениальная найденная форма. Но и даже его миниатюры. В том числе и эта знаменитая юмореская Щедрина. В ней столько всего российского, столько русского, столько ментальности, столько тонкости, пародийности, серьезности и юмора за несколько минут. А впрочем сейчас там Ульяна это все просто-напросто и сыграет. Ты любишь рассказывать веселые истории? Вот. Значит, сейчас ты расскажешь веселую историю при помощи музыки. Хорошо? Итак, Гоголь в музыке. Спасибо. Гогол в музыке. Спасибо. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Я хочу сказать нашим зрителям, что вообще соприкосновение с людьми такого масштаба, это, знаете, как благословение, мне кажется, для тех, кто вас встречает на свой путь, на открытие самого себя. Спасибо большое. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok